розовый голубой получился сиреневый чуть ниже середины проходит линия домов да то в пользу голубого то в пользу розового у нас причем акварель да это же акварель акварельное решение вот таким штрихом акварельное решение этих домов штрихом вот этой частью пальца появляется акварельность на переднем плане плюс коричневизна появляется тепловатость цвета ближний план более теплый дальний будет более холоден вот иногда можно и несколько пальцев несколько пальцев задействовать вот это состояние мутноты то же самое и здесь хорошо потом будешь брать более темные и и пока пальцем создашь вот у подножия этого всего создашь идейку вот этих береговых звучаний и от них от их горизонтали от их горизонтали спустишь слегка отражение более холодного цвета да более голубые отражения положишь темный спустишь чтобы потом мочь мастихином перебивать вот такими звучками перебивать в небе вот такими звуками с розовиночкой чуть-чуть желтиной будем перебивать вот эту архитектуру причем густая краска отсекая смотри создает идею архитектуры создает идею архитектуры то есть такое рубленое обрисованное и потом к ним уже будут приходить какие-то торчалки какие-то торчалочки выглядит домом то есть густая краска придет вот когда хорошо но сначала пальцем мыть я тянут а здесь у нас белый здесь у нас рыжий заслоненный белым ты видишь там рыжевизна всюду оранжевизна то есть после того как ты опрокинешь чуть-чуть отражение отражение причем обрати внимание там очень черно отражение очень черно вот прямо черно сначала ты его сделаешь пальцем немного опустишь изображение любит видеть висящий характер прямо висячий висячий чтобы потом будучи перерублены горизонталями перерублены горизонталями вот так положил вытер толкнул у тебя появляется идея вот воды здесь тоже появится идея лежачего пространство это лежачие лежачие тоже с раздавливанием краски хорошо не опускай сильно и что касается вот этой темной у воды будешь брать темнятинки кроме пальцевых укладок будешь делать вот такие мастихиновые геометризмы которые будут рассказывать о городской среде согласен то есть кроме пальцевых еще и вот эти вот эти вот эти они же будут отражаться они же будут вписываться чуть вкусно давай так и голубизну вот эту историю из многих вот они лодочки и жестикуляция правда то есть не обязательно все там вырисовывать потому что задача не в том чтобы вырисовать и было похоже ой прямо как а задача в том чтобы показать шик исполнительский не только для художников коллег по цеху но и для любителей живописи которые когда видят жестикуляцию уважают и потому пример современная живопись которая вся на жестикуляции а людям все-таки она нравится уберешь потом этот хвост куда-нибудь ну вот а потом 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 у меня некогда давай ведь я же задачу должен поставить нет нет ну иди сюда вот эти вот столбики человечки которые там вот они вот они вот вот они вот она вот она каша и людей и чего-то там еще вот она кашу вот они геймер геометрии архитектуры вот они здесь у нас с тобой более фиолетовое чем коричневая фиолетовидной которая будет прикрыта розово-оранжевым цветом вот этой архитектуры и и дорезано мастихином вот они звуки архитектурки вот они согласен теневая будет у нас не густо не густо световая густо световая густо и после как мы на теневую положили мы запросто создаем рисунок прикольно похожим образом на дальний архитектурки вот на этой уложишь это же чуть-чуть порежешь но тоже там не хватает синюшки вот такой тенистости вот это следующему моему приходу постарайся создать вот эту историю при том что некоторую точность некоторая точность желательно но главное чтоб это было вкусно посмотри вот такое должно быть вот такое дальние архитектурки звучат вот они вот они дома силуэты только силуэты а дальше пальцем чуть-чуть растопил в небе вот эти вещи тоже нуждаются в отражениях в отражениях в вертикали отражений вертикали вот так чтобы потом быть перерубленными водичкой вот так хорошо давай так каль отражение и горизонталь горизонталь колебания на воде вот она вот она вот она горизонталь колебаний и вертикаль отражений я потом бы белой краской нет тебе нужна вертикаль ты без вертикали у тебя будет непонятно что происходит именно вертикаль все что отражение должно стать вертикалью хорошо тогда малейший звук горизонтали и вот она вот она ты понимаешь все вот она вода но одно должно найти на другое вот эту лодочку чего ты здесь розовый напустил тут у нас мощная лодочка мощная с хорошим отражением мощным отражение которая будет перебита тоже горизонталями и вырезанными и доложенными светлотиками хорошо вот она наша лодочка вот она вот ее перегородки вот светленькости монет таком ключе непонятная каша где вот эту вот эту момент предназначен для жестикуляции а не для того чтобы вот так что то как ты здесь слеплировал он для жестикуляции вот для таких действий вот таких вот таких не для копошни мастихином а лепки не для копошни а для жестикуляции слишком увлекался коричневым гораздо богаче там пятно чем просто коричневый сочетание жесткости укладок мастихином с мягкостью аквариума аморрельный раз этих размазываний у тебя только коричневый темный это не только коричневый это может быть еще и синий с розовым смотри вот они антенны эти жёсткость чередует с боя с мутностью получаем красивое не синий он Геометричность. 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 Продолжение следует... 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 создает достаточно геометричные звучания касаний неба. Смотрите, теперь чуть-чуть что-то там добываем, все уже храм. Чуть-чуть добываем храм. Прикольно? Не знаешь, да? Ну конечно, теперь выгаждаем, так не получится. Совсем вот эта вот охрянность съелась, стеклянность съелась, рубленность раска съелась с палитры. Вот это. Смотри, какие большие сегменты. Попытка вот это вот нацуцулить там ни к чему. Попытка. there обои. Объясняться. О, этак. Глобови. Смотри, что сегменты. Хранить. Хранить. Монжевый. Скульптор делал, не Ковырялкин, да? Скульптор, скульптор делал. Скульптор, скульптор делал. Скульптор, скульптор делал. Смотри, мне вот, например, даже не очень нужна логика продолжения пятна. А там то ли мотоциклист, то ли еще что нужно попробовать, чтобы мотоциклист был. Прикольно. Прикольно. Прикольно? Ложа стоит чуть-чуть. Чуть-чуть. Прикольно? То есть, лежачая плоскость. Ну, я думаю, хватит с нее, она у тебя хороша. Тетенька только, может быть, накалякаешь все-таки. Не хочешь? Так, ну все, тогда больше не нужно. Не так, нет? Хочу сейчас в станции. Вот, как и, наверное, было. Так. 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... А теперь беру... Режу пространство между окнами... Прикольно... И сразу все архитектурные подробности и тому подобное появились... Плюс можно дополнить в таком случае... Дополнить... Какими-то... Мазочками... Чтобы побогаче было... Похожим образом совершивший здесь... Продолжение следует... Кисть... Возьмем вот эту красноту... Смотри... Густой краской... Чуть-чуть обчикиваю... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Мастихином эту краску придавливаю... И... Чуть-чуть... Архитектурки... Вырезаю... Вырезаю... Чуть-чуть... Кистью... Дополняю... Какими-то... Торчалками... Над крышами... Дополняем... Уже... Уже... Мы только вырезали... Теперь мы и кистью... Чуть-чуть... Спамерен Деликатно отсюда распределишься деликатно кистью, твоей любимой кистью распределишься и пустым мастихином допридавишь, хорошо? Придавленная, это же акварель, имитация акварели дает имитацию акварельного решения. Кистью отчикаешь, отчикаешь, мастихином придавишь. Фактура для нас очень многое значит, поэтому придавим. Обложил кистью, придавил, потом чуть-чуть поправил. Чуть-чуть потом кистью докрутишь и здесь, то же самое и здесь. Ну а в небе захочешь, можешь вот так сделать. Насколько на палитре уже ткнуться некуда. И вот эта сиятельная ситуация, которую тоже можно чуть-чуть придавить для эффекта незакрашенной или бумажного эффекта. Хорошо? Ну давай, куча задач.